В эфире «Наше время» в студии Анна Нитченко. Здравствуйте! Украина получила почти 4 миллиарда долларов в качестве безвозвратного гранта от США. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на своей странице в Телеграм. Средства будут направлены на финансирование приоритетных отраслей, а также на зарплаты спасателей, медиков и учителей. Часть денег уйдет на выплаты социальных пособий украинцам. Средства были направлены из Вашингтона через Всемирный банк. Это первый транш прямой бюджетной поддержки Соединенных Штатов в 2024 году. В целом Украина в этом году получит от США 7,8 миллиардов долларов прямой бюджетной помощи, что позволит уверенно пройти этот финансовый период. Благодарим Соединенные Штаты и Всемирный банк за высокий уровень внимания и поддержки, который укрепляет нашу устойчивость противодействия варварской российской агрессии. Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины. В Телеграм. Еще один российский истребитель-бомбардировщик Су-34 поражен украинскими силами обороны. Об этом заявили в Главном управлении разведки, ссылаясь на фото, сделанное из космоса. В результате атаки по аэродрому Морозовск 3 августа помимо Су-34 уничтожен склад боеприпасов российской армии. Еще два самолета, вероятно, повреждены рядом с ними зафиксированные воронки от взрывов. Кроме того, судя по данным космической разведки, от атаки пострадали четыре технических здания и два ангара. 124 боестолкновения произошли на фронте за минувшие сутки. По данным Генштаба ВСУ, по-прежнему самая сложная ситуация на Покровском направлении. Украинские военные отразили 30 атак. Основные штурмы были в районах Желанного и Новоалександровки. Там произошло почти половина от общего числа боев. Захватчики атаковали также на Харьковском, Лиманском, Северском, Краматорском, Торецком и Времевском направлениях. На Купинском количество боестолкновений за сутки возросло до шести. По всей линии фронта украинские военные продолжают наносить армии РФ значительные потери в технике и живой силе, истощая наступательный потенциал противника. 1180 российских военных ликвидировали силы обороны Украины за минувшие сутки. Всего с начала полномасштабного вторжения РФ потери армии захватчиков составили более чем 584 тысячи. Об этом сообщает генеральный штаб ВСУ. Также украинские военные уничтожили шесть российских танков, 31 боевую бронемашину, 69 артиллерийских систем. Кроме того, силы обороны Украины сбили 24 беспилотника, а также поразили более 70 единиц автомобильной, спецтехники и цистерн с топливом. В Киев прибыл министр юстиции Японии Кайдзуми Рюдзи. Об этом ведомство сообщило на своей странице в социальной сети Икс. Во время визита Рюдзи со своим украинским коллегой Денисом Малюськой подписали меморандум о сотрудничестве стран в сфере правосудия. Согласно документу, Япония обязуется способствовать антикоррупционной, судебной и другим реформам в Украине. Серебро Украине на Олимпийских играх принес атлет Илья Ковтун. Он занял второе место в упражнениях на параллельных брусьях в спортивной гимнастике. А накануне золото для Украины в прыжках в высоту выиграла спортсменка Ярослава Могучих. Она преодолела планку в два метра. Это второе золото сборной Украины. Многонациональные учения стартовали на военных полигонах в Молдове. В них участвуют молдавские, румынские и американские военнослужащие. На занятиях курсанты должны развивать оперативные возможности и повышать оперативную совместимость личного состава. Заявили об этом в Минобороны Молдовы. В маневрах задействованы подразделения военной техники и артиллерийские системы национальной армии. Учения продлятся до 23 августа. 67 евродепутатов поставили под вопрос членство Венгрии в Шенгенской зоне после заявления Бутапешта о смягчении визового режима для граждан России и Беларуси. В письме президенту Еврокомиссии Урсулии фон дер Ляйен парламентарии призывают Еврокомиссию принять срочные меры по расследованию решения Венгрии. Депутаты считают, что она может быть лазейкой и угрожать функционированию Шенгенской зоны как безопасного пространства для граждан. В письме также говорится о том, что другие страны ЕС могут не признавать венгерские визы и ввести контроль на границе с Венгрией. Несогласие с тем, что простые россияне не должны страдать от западных санкций в отношении России, поскольку не могут считаться ответственными за войну, развязанную руководством страны, выразил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Лансбергис. Об этом он написал на своей странице в соцсети Икс. Россия, не только Путин, потерпит поражение. Без поражения в Украине Россия только продолжит расширяться. Поэтому относительно несправедливых санкций против обычных россиян, что угодно, что тормозит российскую машину тотальной войны, будет иметь поддержку обычных литовцев. Габриэлюс Лансбергис, министр иностранных дел Литвы. 28 граждан Беларуси, причастных к внутренним репрессиям в стране, попали под санкции Евросоюза. Об этом сообщили на сайте Совета ЕС. Под ограничениями находятся два заместителя начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией и другие представители правоохранительной системы Беларуси. Все они причастны к арестам и заключениям протестовавших против фальсификации выборов Лукашенко в 2020 году. В списках также значатся различные представители судебной системы, а именно прокуроры и многочисленные судьи, которые выносили политически мотивированные приговоры, в том числе в отношении граждан, протестовавших против фальсификации президентских выборов 2020 года или просто высказывавших свое мнение против режима Лукашенко. Кроме того, ограничительные меры применяются и к руководителям различных исправительных учреждений, тюрьмы и следственные изоляторы. Всего ограничительные меры ЕС в отношении Беларуси сейчас применяются в отношении 261 физического лица и 37 организаций. Из заявления на сайте Европейского совета. В России очередное наводнение. Режим чрезвычайной ситуации теперь ввели в Бурятии. Там из подтопленных территорий вывезли более 100 человек. Эвакуация в связи с наводнением также проходит в соседнем с Бурятией Забайкальском крае. Там частично затопило город Петровск-Забайкальский, поселок городского типа Орловский и село Беляга. Вода размывает дороги и мосты, но вместо того, чтобы решать внутренние проблемы, Кремль все больше денег тратит на войну против Украины. Наши корреспонденты расскажут больше. В российском приморье деревянный мост через реку Авакумовка в Ольгинском районе не выдержал дождя, который шел 4 часа. Во время весеннего паводка местным жителям уже приходилось организовывать веревочную переправу, чтобы не остаться без продуктов питания и лекарств. В 2022 году мост также размывал из-за ливней, но сделать его капитально не могут. Вот тут чистят ручей, вот вода вот здесь пошла, ее вообще не было. Она шла немного вот с этой стороны, вот тут немного шла. А сейчас она просто вот рекой течет от Димитпунг и вот тут вот смотри прям, ну вот как тронули ручей, вот получается вообще просто вот тут все затопило. В Челутае смыло ветку железной дороги. В регионе затоплены сотни домов, погибли домашние животные, уничтожен урожай. Моста нету, все, мы отрезаны от мира. Сотни людей эвакуированы в Бурятии из-за Байкалья. Из-за наводнения, вызванного проливными дождями, в регионе введен режим чрезвычайной ситуации. После прорыва дамбы Ханхалойского водохранилища в республике повреждены три моста. Закрыт 50-ти километровый участок федеральной трассы Байкал, сообщил глава Бурятии. Подмыты участки федеральной дороги Волон-Вечита. На 589-м километре полностью размыт участок дороги. На трёх мостах, это реки Тугной, Сухара и Ханхалойка, подмыты мосты, подмыты подъезды к мостам. В результате движение остановлено. Прорыв дамбы в Бурятии стал третьим в России за последние 10 дней. 29 июля в Сегерском округе Карелии прорвало дамбу на Беломорско-Балтийском канале, вследствие чего один человек погиб. 26 июля прорыв дамбы произошёл на Киалимском водохранилище в Карабашском городском округе Челябинской области. Мы на крыше, мы все тонем. У нас в доме вода просто. Мы сюда на крышу еле забрались. Но вместо того, чтобы решать проблемы регионов, Путин увеличивает расходы на войну против Украины. В конце июля кремлёвский диктатор подписал указ, который повышает федеральную выплату мобилизованным, если они до конца года подпишут контракт с Минобороны до 400 тысяч рублей и рекомендовал властям регионов платить из местных бюджетов не меньше этой суммы. Есть очевидная нехватка желающих подписывать контракты в тех количествах, которые нужны военным при нынешнем уровне потерь российской армии и интенсивности боевых действий. Пока сложно оценить, работают ли эти выплаты. Судя по всему, не очень работают. Иначе не надо было бы стараться привлекать на войну подследственных и иностранцев, чем сейчас заняты соответствующие ведомства вместе с военкоматами. Павел Лузин, старший научный сотрудник, нерезидент Центра анализа европейской политики, в интервью «Новая Европа». После начала войны против Украины Кремль всё больше урезает расходы на здравоохранение, образование и другие социальные сферы. При этом суммы в бюджете на поддержку военных действий только увеличиваются, говорят эксперты. Согласно исследованию проекта «Ри-Раша», только за последний год участников войны против Украины или их родственникам российские власти выплатили около трёх триллионов рублей, что составляет полтора волового внутреннего продукта страны. Украина получила первые американские истребители F-16. Они уже выполняют боевые задачи. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. Он не назвал точное количество авиатехники, которую передали союзники, но отметил, что благодаря ей Украина переходит на стандарт западной боевой авиации. С начала этой войны мы говорили с партнёрами, что необходимо закрыть наше украинское небо от российских ракет, от российских самолётов. Мы провели сотни встреч и переговоров, чтобы укрепить возможности нашей авиации, укрепить возможности нашей ПВО, наших сил обороны. Мы часто слышали в ответ слово «невозможно», но всё же мы сделали возможным то, что было нашей амбицией, нашей оборонной необходимостью, а теперь это действительно реальность, реальность в нашем небе. F-16 в Украине. Мы обеспечили это. Я горжусь всеми нашими ребятами, которые качественно овладевают этими самолётами и уже начали их использовать для нашего государства. Я благодарю нашу команду за этот важный результат. Спасибо партнёрам, которые действительно действенно помогают с F-16 и первым государствам, которые акцептовали наш запрос о предоставлении самолётов. Спасибо. Дания, Нидерланды, Соединённые Штаты и все наши партнёры. Мы ценим вашу поддержку. И желаю нашим воздушным силам, всем нашим воинам чувствовать гордость украинцев, нашей боевой авиации и приносить Украине именно такие боевые результаты, которые приблизят нашу победу. Победу Украины. Главная непосредственная ценность F-16 для Украины сейчас – это повышение морального духа. Но со временем истребители должны гарантировать изменения на поле боя. Так считает Дуглас Барри, эксперт по военно-воздушным силам Международного института стратегических исследований, пишет The Economist. Отмечается, США оснащает F-16 современными ракетами класса «воздух-воздух», а также высокоскоростными противорадиолокационными ракетами. Самолеты могут нести до четырех планирующих бомб, а также кассетные боеприпасы. И подробнее эту тему обсудим с нашим гостем Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований. С нами на связи. Здравствуйте, Александр, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Долгожданные F-16, что изменится на поле боя? В чем их главная ценность сейчас для Украины? Для нас это очень важно, потому что это усиливает сейчас наши воздушные силы. Во-первых. Во-вторых, я бы хотел отметить, даже во-первых, наверное, начну от стратегических вещей. Дело в том, что это ознаменует новую эру перевооружения украинской авиации. И это новая страница в том числе нашего сближения с партнерами и со странами НАТО. То есть можно сказать, что мы интегрируемся и становимся все ближе. Ведь мы фактически получаем на вооружение то, что сейчас состоит на вооружении большинства стран. И мы уже проходим тот этап, который проходила Польша и другие страны, которые были на пути интеграции к Альянсу. И это очень важный момент, поскольку теперь еще и в авиации вооружения стоят унифицированными. И нам уже не нужно думать, каким образом переоснастить наши самолеты Су-24 для того, чтобы они были носителями тех же ракет воздух-земля Storm Shadow. Это делается уже проще. Поэтому это важный момент с точки зрения фактически обновления нашей авиации на сближение с партнерами. Второй момент. Это то, что мы получаем сейчас борты, которые могут быть универсальными, которые могут выполнять задачи и по усилению нашей противовоздушной обороны. Ведь мы прекрасно себе понимаем, что Россия не отказывается, к сожалению, не отказывается от тактики ракетно-дронового террора. От того, что они терроризируют мирное население в тылу Украины, будут наносить удары в том числе и по объектам энергетики и другим. И нам необходимо это усиление. Второе, это то, что эти самолеты способны наносить удары по наземных объектах. И я могу сказать, что дискуссий было много в западных медиа о том, что, возможно, сейчас на первом этапе то количество, которое будет у Украины в 16-х, оно не поменяет ситуацию на поле боя. Но, тем не менее, если посмотреть на то, что творилось в российских пабликах пропагандистских различных, либо у так называемых военкоров, то у них, скажем так, серьезное волнение возникло от того, что у Украины эти самолеты такие появляются. То есть они слегка так запаниковали. Поэтому я думаю, что это хорошее начало дальнейшего усиления и укрепления наших воздушных сил. Надеюсь, что все больше пилотов будет проходить обучение. И, скажем так, в скором времени мы увидим больше бортов, которые будут выполнять комбинированные задачи. И я хочу напомнить, что мы ждем еще самолеты ДРЛО, фактически воздушные радары дальнего радиолокационного обнаружения СААП, которые, в свою очередь, дадут способность и возможность украинским F-16 в том числе вести достаточно эффективную борьбу с носителями управляемых авиабомб российскими Су-34. Потому что они будут, в принципе, более эффективны. Ведь, обратите внимание на следующий момент, Украина сделала все для того, чтобы российские самолеты ДРЛО А-50 не летали на докупированной территории и не подлетали близко к украинскому пространству. А Украина, в свою очередь, планирует эти самолеты получить, ДРЛО, в свою очередь, ну, скажем так, это будет усилением возможностей для наших F-16. И это усилит возможности по противодействию их самолетам Су-34. По поводу количества. Дейкономис пишет, что Украина получила 10 из 79 самолетов, обещанных коалицией стран во главе с Данией, Нидерландами. До конца 2024 года, по информации из Данией, украинские пилоты должны летать на 20 истребителях американского производства, а остальные поступят партиями в течение следующего года. Тем временем, аналитики Американского института изучения войны считают, что Украине для успешной защиты неба нужно больше самолетов, а чтобы F-16 работали с минимальными потерями, дальнобольным оружием необходимо наносить удары по ПВО в российском тылу и на оккупированных территориях Украины. До конца 2024 года Украине то, что обещают 20 самолетов, да, это не меняет ситуацию, но поменяет ли ситуацию 60, которые обещают до конца 2025 года? Да и в целом, сколько? Можно ли посчитать, сколько Украине еще нужно F-16? Цифра озвучена, сколько необходимо. Президент Украины Зеленский называл эту цифру. Это 128 самолетов. Вот, собственно говоря, это тот запрос от Украины, который есть. Он математически, скажем так, аргументирован, исходя из потребностей, которые есть. А у нас есть потребности реализации трех стратегических задач. Первое – усилить защиту неба в тылу и ближе к передовой. Второе – это наносить удары по наземным объектам российских войск. И третье – это установление, самая важная задача, это установление полного превосходства в небе над всей территорией Украины, включая оккупированные. То есть вот эти амбитные задачи, которые необходимо реализовывать, именно исходя из этого и озвучиваются цифры, те, которые есть на сегодняшний день. И таким образом мы сможем говорить о том, что Украина действительно способна с помощью, я скажу, что потому что тут важный момент, необходимо добавить, что мы же еще не можем воспринимать поставки F-16 в отрыве от дополнительных поставок зенитно-ракетных комплексов, потому что они тоже выполняют функцию по защите неба. И таким образом это все работает скоординированно и вместе. Что касается 20 самолетов, я вам хочу сказать, что вопрос еще и в вооружении. То есть не только в самолетах, но и в достаточном количестве вооружений, чтобы эти самолеты могли выполнять задачи и работать, если мы говорим о нанесении ударов по наземных объектах, ну, несколько раз в неделю, и бить по складах с боеприпасами, по местах скоплению живой силы, техники, противника и так далее. И даже при наличии достаточного количества вооружений, даже 20 самолетов это уже усиление воздушным силам. Но еще недостаточно, действительно. Но это уже то, что способно усилить наши возможности в противовоздушной обороне и усилить наши возможности нанесения удара теми же ракетами Storm Shadow. Главное, чтобы их было в надлежащем количестве достаточно. И, в принципе, это уже будет достаточно, как минимум, для того, чтобы усилить наш авиапарк, который сейчас является ракетоносителем Storm Shadow. Что касается дальнейшего увеличения 2025 года, я надеюсь, что мы увидим не только смещение в сторону дополнительных поставок самолетов, но и в сторону расширения номенклатуры вооружений, которые Украина получит вместе с этими самолетами. Например, такие необходимые нам ракеты, как JASSM. Это ракета, которая способна лететь на дальность 500 километров. К слову, могу сказать, что Нидерланды разместили заказ на это вооружение, на эти ракеты. Они хотят их купить у Соединенных Штатов. Но на самом деле есть о чем задуматься, ведь F-16 и не свои передают Украине. Возможно, именно для Украины будет эта закупка и произведена. Потому что как раз эти ракеты, они достаточно, скажем так, неприятны для противовоздушной обороны и зенитно-ракетных комплексов противника. И способны лететь на большую дальность. Ну и, соответственно, наносить разрушения по тем объектам, по которым они направляются. Ну и второй важный пункт, это также получение официального разрешения и подтверждения от наших партнеров для нанесения ударов по наземным военным объектам российских войск на территории России. Это тоже очень важный момент. Мы видим, как это работает сейчас успешно с помощью украинских дронов. Атака на авиабазу «Морозовск» Ростовской области это продемонстрировала, где Россия потеряла склад с боеприпасами и авиабомбами и потеряла Су-34 и их носители. Как только у нас будет возможность наносить удары еще и ракетами, соответственно, наши возможности будут только расширяться. Александр, а еще по поводу комплектованности. Какая система противодействия, электронного противодействия? Какие системы противодействия РЭБ? Смотрите, что касается модификации этих самолетов, они модифицированы израильской компанией «Эльбит». Суть ее состоит в том, что эти борты имеют раннюю систему оповещения об угрозах. То есть, как это работает. Если самолет попадает в зону интенсивной деятельности РЭБ, включается соответствующая программа, которая противодействует, которая должна делать борт самолета неуязвимым, и то есть не должна глушить сигнал. То есть, самолет продолжает полет, и у пилота есть возможность, фактически все системы работают, даже если появляются какие-то проблемы со связью. Это важный момент. Второй момент – это то, что система дает возможность обнаружить на ранней стадии то, что борт может находиться в радиусе действия и поражения зенитно-ракетного комплекса, либо даже не поражения, а фактически, когда самолет находится в зоне действия радара. То есть, видно, что пытаются выявить место расположения борта в воздухе, соответственно, с целью дальнейшего поражения. И второй момент – это то, что самолет может также… Система также сигнализирует пилоту о том, что он находится в зоне действия авиации противника, и, соответственно, самолет врага может осуществить пуск ракеты. Поэтому эти все системы оповещения, они как раз призваны, чтобы на ранней стадии, как только угрозы возникают, даст возможность пилоту сориентироваться и уйти из зоны, и выйти из зоны возможного поражения, таким образом сохранить и жизнь пилоту, и, соответственно, сохранить целый борт F-16. А еще один момент. По словам экспертов, F-16 комплектуется сразу несколькими топливными баками. Что это дает при выполнении задач? Очень просто. Это дает дальность полета. То есть, самолет, он, скажем, тут дело в чем? Дело в том, что эти баки можно снять и, в принципе, подвесить больше вооружений. Но это если самолет выполняет задачи достаточно близко к линии фронта, ему достаточно близко можно. Но если борту необходимо выполнять задачи, например, и, скажем, преодолевать большие расстояния, и потом, возможно, по кругу еще, поэтому вот у него есть дополнительные баки. Просто для того, чтобы дальность преодолевать и просто для того, чтобы была возможность дольше находиться в воздухе. Вот, собственно говоря, и когда возникает необходимость, если есть вероятность атаки противника, осуществить перелет в более защищенные места. А в вопросе обслуживания и хранения F-16, как Украина подготовилась? Мы готовились. Я вам скажу, что Украина выполнила программу где-то в раза три быстрее, чем, возможно, и больше, чем вообще предоставляется. Дается времени по стандартам НАТО для других стран. Достаточно серьезно, потому что требований очень много. Это тоже вопрос. И по этим всем требованиям, по пунктам шли для того, чтобы обеспечивать, в том числе, и интеграцию нашу по стандартизации НАТО. Что касается защиты и, скажем так, определенных моментов, касательно хранения F-16. Целый алгоритм действий, он предусмотрен. Я не буду раскрывать детали. Есть еще один интересный момент, на который я хотел бы обратить внимание. Это то, что перед тем, как мы задаем вопрос о хранении F-16, необходимо задавать вопрос о том, как Украина вообще на третий год полномасштабного вторжения сохранила собственную авиацию. Потому что это очень важный момент. Ведь Россия имеет преимущество и в дальнобойных ракетах, и в самолетах в их количестве. А начиная с полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, в них было полное преимущество в этом. Но Украине удалось сохранить и самолеты, и системы ПВО. И это как раз просто ответ и на вопрос по F-16, что украинские воздушные силы и другие подразделения сил обороны уже научились, скажем так, противодействовать российским угрозам, учли и имеют опыт российских атак, по тому, каким образом необходимо защищать и прикрывать собственную авиацию. И критерием, доказательством этому является то, что эта авиация сохранилась. Поэтому, учитывая эти факты, учитывая, что мы получили немецкий патриот, мы ожидаем дополнительные системы противовоздушной обороны, зенитно-ракетные комплексы, в том числе в ближайшем времени. Учитывая то, что были учтены пожелания партнеров, которые достаточно серьезно подошли и к вопросу безопасности, ведь, понимаете, для них это тоже очень важно, это имиджево и репутационно, не просто поддержать Украину, продемонстрировать преимущество западных систем вооружения над российскими. Поэтому достаточно много серьезных, скажем так, вещей было реализовано и сделано с целью того, чтобы обеспечить сохранность этих самолетов. А по поводу России еще хотела вернуться к вопросу, что поставки F-16 в Украину означают для Кремля, и говорили российские блогеры о том, что якобы F-16 уничтожат сразу, Кремль другое совершенно говорила, о пересечении вот этих красных линий, якобы об эскалации. Если эскалация, то куда больше? И, в принципе, о реакции Кремля, скажите. Я ничего нового не вижу. Я думаю, как и многие. Это все начиналось еще с 2022 года. Апрель, май месяц, я хочу напомнить поставки Украине артиллерии, когда в России заявили, что натовские конвои – легитимная цель. Помните, как Путин говорил о хаймарсах, что их будут уничтожать и пощелкают, как орешки? Хаймарсы до сих пор довольно-таки успешно и эффективно работают на фронте. Вспомните патриоты, что творилось с российской пропагандой, как они пытались их поразить, но патриоты устояли. И так по каждому моменту, достаточно много. Просто необходимо понимать, что стоит только отметить технологический компонент, те же шлемы, которые дают возможность пилоту очень быстро навестись на цель взглядом, которые хотела получить Россия, но не получила, потому что против нее были введены санкции за аннексию Крыма. И до сих пор у России подобных нету, к самолетам МИХ. Понятно, что это вызывает у них всегда истерическую реакцию, ведь на первом этапе Кремль всегда хочет сорвать поставку любых вооружений, пытаться дискредитировать Украину различными методами. Потом, когда это вооружение начинает пребывать в определенном небольшом количестве, они, скажем так, бравируют о том, что это ничего не значит, они все уничтожат, а потом просто замолкают. И потому что их вот эта реальность жестокая, ну, все просто заставляет замолкать, и все. Александр, спасибо огромное за вашу аналитику. Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, был с нами на связи. Ну, а в этом выпуске я оставлю точку. Итоги дня будут в 21.00 по Киеву. До встречи.